Мечтаешь работать на Бали и грести деньги лопатой? Иди в интернет-маркетинг. Так это или нет? Все об инфо-цыганах в Дагестане, которые, к сожалению, дурят доверчивых граждан. И правда ли, что все деньги сейчас в СММ? Об этом и о многом другом в программе говорить разрешается. Здравствуйте! Первый вопрос я хочу задать маркетологу легких колясок. Что такое легкие коляски? Говорить не надо, об этом и так все знают. Правда ли, что все деньги у маркетологов? Ну не все, но частично, наверное, есть. Потому что как бы сфера рекламы для каждой компании, которая вкладывается, она вкладывается, видит, что с маркетинга, с рекламы есть приход. И больше вкладывается в этих людей, в рекламу. Поэтому я думаю, если ты хороший специалист, то, да, соответственно, деньги можно с качеством нести. Маркетолог входит в топ самых востребованных профессий. Что должен уметь этот специалист? Я думаю, главная задача маркетолога – это многозадачность. Просто если ты многозадачный и можешь какие-то вещи придумать, интересные реализовать их, то это основная задача. Остальное всему можно учиться по ходу дела. Хочу спросить по поводу целевой аудитории. Главный маркетолог Яндекса в одном интервью сказал, что сегодня нет смысла составлять портрет целевой аудитории. Вы таргетируетесь на замужнюю девушку 30 лет, а товар купит 50-летний мужчина. У нас тоже может 50-летний мужчина товар купить, хотя мы целимся на 30-летних девушек. Но вряд ли мы компетентны, чтобы спорить с маркетологами Яндекса. Они в плане аналитики, наверное, топ-1 в России. Я с этим полностью согласен. Это многие, кстати, у нас маркетологи в Дагестане любят анализ целевой аудитории, постоянно годами анализируют. Это вообще не работает, тем более в маленьких регионах. Надо просто делать много рекламы, делать большие охваты и так далее. Ну вот как мы в легких колясках делаем. Просто единственное, как делается в легких колясках, не у многих смелости на это хватает, поэтому у нас получается, а у других не получается. А ваша реклама считается агрессивной рекламой? Да, у нас стратегия, ну в легких колясках, да, частично именно агрессивный маркетинг. Это такая стратегия. Побольше охват, побольше касаний. Много очень рекламы. Мне одна понимающая в этом деле девушка рассказала, что в любой рекламе, в любом маркетинге должна быть чуточка такого соблазна, секса. Но в вашей рекламе этим даже близко не пахнет. У нас есть, у нас есть Асламбек. Соблазн, секс. Для этого он у нас есть, он для этого и деньги получает. А он получает у вас больше всех? Он получает больше всех? Дагим, он получает больше всех? Асламбек, ты получаешь больше всех? Давай микрофон. Неправильно, наверное, будет оглашать. Но не больше всех. В легких колясках хорошие зарплаты. Хорошие зарплаты. Кстати, был у вас вопрос про то, что деньги у маркетологов. На самом деле это не так. У нас в Дагестане маркетологов и СММщиков очень сильно любят обесценивать. Очень сильно любят их зажимать в рамки, не давать им зарплаты и так далее. Вот пример хочу сказать. И вот спасибо руководству легких колясок, потому что у них вообще абсолютно другой подход. У меня, например, агентство свое, мы работаем с разными клиентами. И такой подход к персоналу, как у легких колясок, такой я пока нигде не видел в других компаниях. Поэтому хорошие зарплаты, заслуженно хорошие зарплаты. Мы же хорошо работаем. Заслуженно хорошие зарплаты. Но есть проблема в других сферах, потому что обесценивание это у нас на каком-то невероятном уровне в Дагестане. Что очень плохо. Меня зовут Умай. Вы говорите про маркетинг. Мы задали вопрос маркетологу, казалось бы. Рагим, маркетолог, правильно? Казалось бы. В чем задача маркетолога? Вы говорите многозадачность. Но это не совсем как бы задача. Это качество, которыми должен обладать маркетолог. Да, наверное, я неправильно ответил на вопрос. Но я не буду придираться к вашим словам. Опять-таки, может, я другое хотела сказать. В чем задача маркетолога? Это поднять продажи и узнаваемость бренда. Это основная задача маркетолога. Это по этому поводу. По второму вопросу немножко… Вот знаете, я вижу периодически рекламу легких колясок. И, конечно, мы говорим, что немножко секса должно быть. Вы включили этот секс вашего актера. Вы затрагиваете немножко такую ментальность нашу. Потому что очень многие ролики, так скажем, там бывает такой национальный какой-то мотив или еще что-то. Но отражается ли это на ваших продажах? Почему я это спрашиваю? Потому что моя мама, которая живет в селе, она знает рекламу легких колясок. Но когда моя мама пошла покупать коляску моему племяннику, она не пошла в легкие коляски. Она пошла в другой магазин, который, я не знаю, ближе к дому или просто там, которые ей посоветовали какие-то там знакомые. Но она не пошла в легкие коляски, хотя она знает, что там продают их. Почему? То есть получается, ваша реклама, она не отражается на продажах? Это единичный случай. Это только ваша мама, да? Я не видела просто ни одного знакомого, который сказал, пойду куплю коляски в легкие коляски. Для всех скажу. В период рекламной какой-то компании в легких колясках, просто для эксперимента, здесь же в всей сфере маркетинга. Для своего эксперимента, для наблюдения, приходите в магазин на Нурадела 58 и посмотрите, какая там очередь. Она будет видна с улиц. Я вам точно говорю, она будет видна с улиц. И тогда вы посмотрите, отражает. Не, я даже могу вот так сказать, на Котрово начинается пробка, это значит, там уже акция. Я хотела добавить. Меня зовут Раиса, я продюсер. На самом деле я ни разу не видела рекламу легких колясок. Вот ни разу, нигде. Но я ото всех про нее слышала. Я даже слышала про маркетолога, вот своей знакомой, которая говорила, такой классный парень, такие классные ролики. Я такая думаю, ну, наверное, классно, прикольно. Но я хочу сказать, что маркетинг должен обеспечить узнаваемость. И с этой точки зрения, получается, они выполнили свою задачу. Здесь очень много девушек, и немало мужчин, в принципе, как в Дагестане. Есть мамы и папы, правильно? У кого-то есть дети? Вы покупали, у вас есть коляска из легких колясок? Есть. Все, я ошиблась. Все тогда, да, действительно. Умай была не права. Маркетолог и собственник. Вопрос, как отвоевать право принимать креативные решения у жены босса? Кому это знакомо? Когда собственник или его родственники советуют вам, как быть? Давайте микрофон туда-туда. Это больная тема для маркетологов, на самом деле. Особенно вот жена хозяина. Это прям зло какое-то. Которая знает, что и как надо делать. Да, да, она уверенно точно знает. Я советую обычно маркетологам в этой ситуации просто подружиться с этой женщиной прекрасной, сказать ей, что ее идея – самая невероятная идея, а потом просто сделать по-своему. И это работает. Женщине что нужно? Ей нужно высказаться и чтобы ее выслушали. Дайте ей эту возможность. Ребята, я почему-то очень много встречала женщин-маркетологов и мало мужчин. Так оно или нет? Это в СММ очень много девушек, а в маркетинге, мне кажется, ну, как я вижу, больше мужчин в маркетинге. В СММ очень много девушек. И, кстати, одна из причин, по которой, как Анвар говорит, я бы эту тему на самом деле хотел бы разобрать, это то, что он говорит, что постоянная война между СММщиками и собственниками, что собственники не дают деньги. С другой стороны, я как собственник задаю вопрос, почему СММщики продают воздух? Они делают, они говорят, что они сделают что-то, по факту они не делают. И той многозадачности, о которой сказал Рагим, там даже близко, ну, нету, даже не пахнет этим. Касаемо того, что супруга и родственники, владельцы лезут в маркетинг, скажу, что тема актуальна, но у меня на практике не встречалось. То есть были попытки, но я обычно аргументирую цифрами. То есть, условно говоря, если кто-то предлагает идею, я ее предлагаю с цифрами. То есть она будет работать следующим образом и принесет к определенным результатам. А жена владельца, она, как правило, не может аргументировать. И благодаря этому у меня не возникает такого. Работая во многих компаниях директором по развитию, вот я сталкивалась именно с проблемой найти хорошего маркетолога. До этого я работала в Москве, и здесь подход, конечно, несколько, мягко говоря, отличается. А вот то, что говорили ребята, что 70% это воздух, однозначно, да, могут красиво даже не упаковать, а рассказать о том, что они будут делать, но представить это в фактах, в цифрах, в сроках. То есть понять срочность, важность, целеполагание, да, и результат, когда он будет. И кто для этого нужен, какие компетенции для этого нужны. Вот с этим большая проблема на самом деле. Вот, поэтому если жена собственника, а у нас в Дагестане формат в основном это малый и средний бизнес, а малый бизнес это, как правило, семейный бизнес, то тут, когда с этим сталкиваемся, но опять-таки успешные маркетологи, по моему опыту практическому, в основном это ребята, мужчины. То есть люди с логикой, которые могут реально обосновать, разложить по полочкам, и хозяину будет это понятно. Маркетолог это рациональный человек в компании, который с позиции наблюдателя находит диссонанс, правильно? У наших маркетологов, я скажу так, ребят, на самом деле большая проблема с аналитикой, со статистикой и с умением прогнозировать, потому что маркетолог, его задача не работать с существующим спросом на рынке. Во-первых, его задача проанализировать вообще, что происходит на рынке здесь сейчас, а далее посмотреть, что он может предложить из ресурсов и возможностей компании в виде конкретного коммерческого, уникального коммерческого предложения или торгового предложения. То есть вот с этим, с системой, с аналитикой и, скажем так, с выводом продукта в готовом виде, который будет универсален и востребован в любой нише, вот с этим есть проблема. Угу. Заби. Мы говорили, что у мужчины больше аналитика, но я знаю, что если организация берет Забию к себе, то успех им гарантирован. Это нужно родиться с таким мужским мышлением? Моей задачей больше является то, что я нахожу как раз таки маркетологов, СММ-менеджеров и так далее. Собрать эту команду порой тоже бывает нелегко. И помирить их между собой так же, чтобы они не ругались, чтобы они работали в одном направлении. Думаю, успех все-таки в этом. Спасибо. Просто увидеть потенциал именно в тех людях, которые хотят добиться результата. Изначально, когда ты изучаешь маркетинг и ты входишь в эту сферу, нужно понимать, что бизнес — это цифры, и делать на это удар. То есть даже когда ты предлагаешь своему заказчику или руководителю что-либо сделать, ты это в цифрах должен выражать. Иначе зачем вообще вести бизнес, если ты по нейтию это все делаешь? Я скажу, почему доверяют мужчинам. Почему в основном маркетологи — это мужчины? Потому что мужчин слушают. Во-первых, это наша ментальность. Всегда к мужчинам прислушиваются чаще. Во-вторых, действительно, я знаю, по пальцам могу пересчитать несколько маркетологов, и это мужчины. Потому что они не руководствуются эмоциями, это первое. И вопрос по поводу жен и самих хозяев. Вот мы говорим про то, что многие маркетологи, извините за выражение, воздуханы, но на самом деле 90% хозяев, 90% бизнесменов в Дагестане сами не знают, чего они хотят от своего маркетолога. Асланбек, по моему скромному мнению, ты один из самых интересных актеров, которых мне хочется вот так смотреть и смотреть и не перелистывать никакие соцсети. Была в твоей жизни какая-то рекламная компания или проект, в котором ты участвовал, но тебе за него стыдно? Нет, ни разу. Не было? Я думаю, что очень много людей хотят рекламу именно с твоим лицом. Сколько стоит реклама у Асланбека? Сто тысяч. Это правда? Да. Слышала? И я хочу вам сказать еще, это же, вот многие смотрят картинку же, они же не знают, что за этим роликом стоит определенным. Допустим, у нас есть определенная акция, мы выпускаем ролик, но никто не знает, что это, на это все уходит около, ну, очень много времени, очень много финансов, очень много сил. Никто не знает, что на это, ну, это был придуман сценарий, то, что был выделен оператор, специальный день, реквизит, это же никто не понимает. Видит только картинку, конечный результат. Сколько это энергозатратно, на самом деле представить сложно. Это очень, это, вы знаете, самое тяжелое, это придумать сценарий смешной. Вы знаете, сколько у нас акций было за два года, сколько мы там работаем, сколько сценариев было написано? Это очень, это уйма, это, мы просто, наверное, у нас целая, видите, команда авторов, Рас, Ильяс, Улуби, Рагим, вот и я. У нас четыре автора, и Анвар, кстати, он маленький, просто не увидел. Пять авторов, пять-шесть авторов. Мы думаем над одним роликом, представляете, и там, если вы замечаете, вы должны чувствовать там юмор какой-то определенный. Мы не хотим просто так рекламу делать, как многие, мы обязательно вкладываем туда юмор какой-то. А где вы собираетесь, чтобы это все продумать? У нас есть офис свой. Еще одна кофейня? Нет, у нас есть офис, еще одна кофейня, это его кофейня, это после уже. Но никто не думает, сколько силы бывает потрачено, сколько, какой сценарий написан бывает. А тебя раздражает, когда говорят, вот этот высокий, темный парень? Нет, вообще. У меня какие-то ключик не было, нефть, черный, нигер. Нефть, черный, еще? Да, все самое плохое, негативное было со мной связано. Джамиль, скажи, что тебе тоже больше всех нравится смотреть «Азланбека». Честно, я хотела прям подтвердить твои слова. На самом деле, интересно и не хочется перелистывать, согласно с этим. После того, как Google и Мета запретили использовать рекламные инструменты своих сервисов, стало тяжелее продавать? Я скажу, что нет. На самом деле, мой предыдущий проект «Лазербест» буквально за 4 дня мы весь трафик распределили так, что ничего не потеряли. Все заявки сохранились и продолжает так работать организация и растет. Год прошел с того момента, но на 50% выросла организация в плане всего, в плане клиентов, в плане доходов и в плане сотрудников. Поэтому никаких проблем, главное знать, как работать. Мы ввели 25 проектов по таргету и в один момент все потеряли. Мы перекинули, все каналы перекинули на контекстную рекламу, на Яндекс, на ВК и так далее. Но ВК это как такая дохлая корова, которая, ну ты уже с ней ничего не сделаешь, все, ты мертвая. Люди заходят туда, ну это как крысу в угол загнать, примерно такой же сценарий. Там не будет таких результатов, как в мете, но суть платформы не в самой, ну просто она такая удобная, интересная. Суть в том, что там есть люди. Кстати, вот горе таким маркетологам, которые берут только один инструмент и начинают только с ним работать. И вот они типа, мы специализируемся только на этом. Маркетолог, он должен разными инструментами обладать, таким многоруким быть и знать, что в случае чего многозадачность. Даш, а за какой проект ты бы взялась без оплаты вообще? За тот, который давал бы или расширял мое сознание, или какие-то новые горизонты открывал бы. Только за этот. А так вообще не веду проекты уже давно, потому что поняла, что это неблагодарное дело. Как вы и говорили, очень много лет работала СММщиком. Скажу честно, СММщиком я была так себе. Но потому что один из факторов того, почему я была так себе, потому что хозяин, ну или руководитель, он не давал тебе делать то, что ты хочешь. И плюс сама личность человека очень сильно останавливала его от каких-то новых действий. То есть ты предлагаешь, давай сделаем что-то. Он говорит, нет, что скажут другие. Нет, я так не могу. И то есть ты не можешь ничего делать. И получается каждый раз одно и то же. СММщик повторяет одно и то же действие. Он с каким-то клиентом доходит до одного уровня. Потом тот замыкается, тот начинает говорить, я не хочу. И все, они расходятся. И, кстати, был вопрос по поводу, стало ли тяжелее продавать в мета. Я считаю, что продавать стало не то, чтобы тяжелее. Может быть, меньше стало продаж, совсем чуть-чуть. Но благодаря тому, что есть VPN, аудитория стала качественней. То есть представляете, чтобы ваш историк кто-то посмотрел, человеку нужно включить VPN, чтобы он работал, чтобы там загрузилось. Он тратит на это силы. Соответственно, ему это интересно и вы ему интересны. Поэтому, как говорится, все к лучшему. Интересно спросить, как связаны эмоции и продажа. Лучше выкладывать пост или статью на эмоциях или все-таки включив разум и логику? Очень связаны эмоции и продажи. Если вы испытываете стыд при продажах или страх, это все отражается и невербально считывается. Если у вас что-то происходит в жизни, ну вот там здесь сейчас классно, и вы на эмоциях, я всегда говорю, лучше выкладывать. Вот серьезно. Потому что эти эмоции, они передаются через экран и заряжают других. Люди, по сути, покупают у вас не инструменты, типа 55 уроков или как сделать контент-план. Люди хотят вашу энергию, люди хотят быть как вы и измениться, чтобы их жизнь изменилась после вашего продукта или взаимодействия с вами. Даша, об этом мы поговорим в конце, о вопросе, который я тебе сейчас задам. Инфоцыгане в Дагестане есть? В Дагестане, не знаю, честно. У дагестанских людей, ну или экспертов, я мало что покупаю или обучаюсь чему-либо. У Улуби спросим. Есть ли инфоцыгане в Дагестане у Улуби? Да, полно. Вот один из них. Потрясающе. Инфоцыгане есть. Я пока что не один из них. Я пока с ними борюсь. Но когда стану, уже перестану бороться. На самом деле у нас как происходит? Человек занимается СММ, человек занимается маркетингом, в основном СММ. Я сейчас не говорю про людей, которые учат делать контент. Это другое. Я говорю про людей, которые учат делать СММ. Они начинают заниматься СММ, у них не очень получается с проектами. Они начинают жаловаться на клиентов, начинают жаловаться на республику, потому что здесь нет денег и так далее. У них не получается. И они такие, а давай-ка я буду других учить. И начинается самый банальный, простой курс. Как это делается? Берется любой другой курс какого-то российского эксперта. У него полностью берется программа, смотрится, как у него записываются уроки, делается то же самое и подается на нашу аудиторию. Прогревы в сториз, я такая, я такой, я заработал, вот так, вот так, хотите так же. Максимально простая банальная технология, которая, к сожалению, работает до сих пор. И у нас их, как сказал великий мастер Улуби, у нас их полно, к сожалению, великом. Самая крупная продажа какая была, на какую сумму? Миллион семьсот пятьдесят с охватами триста просмотров в сториз. И вы поделили их? Ну, это уже конфиденциально, как кто-то заявил. Нет, как работают продюсеры и как правильно? Как правильно, смотрите, все индивидуально на самом деле, все зависит от проекта и от запросов эксперта и продюсера. Ну, я, например, когда приехала в Махачкалу, то есть я жила в Москве, я открыла свой первый продюсерский центр на Кавказе с блогерами, и я работала двадцать на восемьдесят, получается, с ребятами. У каждого эксперта на самом деле бывает желание пойти на ручки к продюсеру, который тебе поможет продвинуться, заработать много-много-много миллионов. Сакура, ты продавала курсы какие-нибудь и сколько заработала? Нет, я не продавала никаких курсов, до этого времени мне не дошло, просто я разыгрывала машину свою только и все, и все. И что ты получила с того, что разыграла свою машину? Актив и деньги. Друзья, я вам хочу показать скрины с одного курса по продвижению. Стоимость этого курса пятьдесят, семьдесят, сто тысяч, там колеблется цена. При этом ни одного экспертного видео на странице этого блогера не было, кроме того, что он неимоверно богат и обязательные пункты, галочка, это ездит в Дубай раз в две недели. Вот, и это, я так понимаю, была тактика, да, я богата, а для дагестанцев, у которых 30 тысяч средняя зарплата, я тоже хочу поехать в Дубай, да, думают они, я не хочу. Это пострадавшие ученики. Через полгода информация исчезает, не думая, что у всех 150 человек будет результат, и что все дойдут до конца. 150 человек по 50 тысяч, это семь с половиной миллионов за один курс. Судя по тому, что взрослые люди сидят, из которых, оказалось, сделали дураков, кто работает, тот ест, это поговорка не в этом случае. Давно не писал, честно сказать, не было желания, у меня не было настроения тут писать. А это пишут сами преподаватели этого курса. Любимые наши ученики, повторяю еще раз, если до вас не дошла информация, как до десяток других девушек, проще говоря, вы все дебилы, ищите проблему в своей голове. Если десятки других, таких же, как и вы, сделали от 200 тысяч на продюсирование, а вы нет, то, скорее всего, вы не способны еще принять такую информацию. Предлагаю еще раз пересмотреть все модели, методички, конспекты, инструменты, что вам дают. Вы, конечно, сможете искать себе оправдания. В общем, не ищите оправдания себе, вы просто дурачки. Давайте следующее. Смотрела уроки, вручную писала конспекты, чтобы лучше запомнить. Думала уже горбатая и косая стану от телефона. В итоге никакого результата. Есть эксперт, делает вид, что хочет... Ну, знаете что, это как система Елена Блиновская. Есть же человеческий фактор. Ты же понимаешь, что ты продаешь воздух. Ты же понимаешь, что вселенная тебе все равно вернет и даст по башке. Понимаете, почему люди не боятся? Можно этот комментарий? Нет, вот смотрите, есть момент, например, вот этот курс выпустил 150 человек продюсеров. Они, вот я уверен каждому из вас, если вы эксперты, они к вам стучатся в директ и предлагают вам запуститься. Ну, по-любому. Кто-то говорит, нет, нет, не надо. Вы сейчас видели, что, ну, простите, эскортница запускает свой курс по женской энергетике и как разводить мужчин на бабки. Ну, скажите, у многих девушек есть такая проблема. На самом деле есть такая проблема. Они не могут мужчине подойти и сказать, да, я айфон. Они как-нибудь там ищут способы. И может ли она научить человека, женщину брать деньги у мужчины? Может. И каждый с этого курса, например, вот девушка сказала, что обычным вещам мучат. Каждый с курса берет что-то свое. Здесь очень много скринов, где они все плачут и говорят, курс стоит как три моих зарплаты. Я плачу днями, ночами, у меня месячный ребенок. Можно комментарий? А в психологии называется детская позиция. Можно комментарий? Смотрите, я вам скажу просто как эксперт по человеческой психологии, психике и по обучению, скажем так. У меня почти 40 лет стажа работы с разными людьми от рождения до бесконечности. Дело в том, что на самом деле то, о чем говорим, продюсирование и так далее, это лидерские качества. А в принципе нужно понимать просто одну вещь, что по статистике сами люди по своему потенциалу, по способностям, они… Ну, Стивен Ковид в свое время обозначил, что 80 на 20. Но я скажу по личному опыту практическому, что люди с проактивной позицией, то есть люди, которые способны взять на себя ответственность и говорят, это я ответственный за свою жизнь, особенно в нашем менталитете, при нашем воспитании, да, это, ну, процентов, ну, с натяжкой большой 7-10 максимум. Все хотят, знаете, есть один такой очень анекдот старый бородатый, без греха и досыта, да, вот все хотят так. Ну, так бывает либо в анекдотах, либо в сказках. А чтобы получить результат, надо реально впахивать. И надо в первую… Еще надо учить один такой момент очень важный, который сейчас упускается, в принципе, потому что, ну, эксперты, они такие, условно говоря, эксперты. Дело в том, что люди отличаются по способу восприятия информации, по обучению и так далее. Если человек создан Всевышним так, что он аналитик и ему не нужна конкурентная среда, он никогда не будет лидером, но он будет хорош в чем-то другом. То есть нужно изначально не с последствиями, как наша сейчас медицина, да, куча, заметьте, куча у нас оборудования крутейшего, медицинских центров, но почему-то при этом заболевание и количество больных не меняется, оно увеличивается. И такое ощущение, как будто появляются новые диагнозы. То есть вопрос на самом деле даже не там. Это просто верхушка айсберга. Нужно просто понимать продюсеру или специалисту, эксперту, который занимается, он должен на входе посмотреть вообще человек способен на это или нет. Понимаете, о чем речь? Чтобы он не вкладывал деньги, не подпитывать его иллюзии о том, что он сможет. Ведь человек потом думает, что это... Я раньше не знал, поэтому я был как почтовый печень, я почему был злой. У меня велосипеда не было. Теперь у меня велосипед есть, а я опять злой. Потому что я на велосипеде кататься не умею. Или у меня страх. Прежде чем пойти в продюсирование, нужно иметь хотя бы базовые знания по СММ. А то наобещают заработать столько-то денег, но если у человека заранее нет вот этой базы, ему будет очень сложно. И помимо лидерских качеств, ответственности, здесь нужно это все учитывать. И я тоже уже и запускала, я вижу возможности и вот эту ответственность. И те, кто это писал, сразу видно, что либо это новички, либо люди, которые захотели легких денег. Конечно, от тех, которые им предложили, понимаете? Мне кажется, это еще от экспертов зависит. То есть человек, который продавал этот курс, он 100% демонстрировал богатую жизнь. Все легко, все просто. Но он ни разу не продемонстрировал, как он плакал ночью или как ему было тяжело. И такая ошибка у многих экспертов. Поэтому я говорю, показывайте свои трудности, показывайте, через что вы проходите. В этом нет ничего такого. Это, во-первых, разбивает иллюзии у таких людей, которые смотрят и думают, блин, там бабло с неба падает просто людям. И тем, кто завидует, они тоже немножко радуются. Типа, у него трудности есть, значит, ну так вот. Поэтому делайте, да, вот такие вещи. Я делаю интересные проекты. Это как шоу со звездами, тренинги с элементами шоу. И сейчас готовлю международный фестиваль МОД. Но сталкиваюсь с недобросовестностью некоторых пиарщиков. Бывает, что ты проплачиваешь какую-то сумму, но в итоге ты начинаешь дергать, потому что они не делают то, что обещали. И приходится каждый раз, да, я что-то хочу по тебе сделать, что-то интересное. Сейчас будет интересное интервью. Ну, да, вышло, вышло о моем мероприятии, там, в мэра Москвы журнале, там, что-то. Вышло, там, пригласили меня сейчас, вот, в 100 красивых женщин России вошла, там, в эмираты. Но это уже мои отдельные, да, проекты, получается, то, что меня приглашают. А вот по факту проплаченная работа толком иногда не проходит. Приходится постоянно дергать пиарщиков. Вот по поводу, хочу сказать, по поводу того, что эксперты не показывают все трудности. Я вот знаю, порой эксперты показывают, но от нескольких слышал, что бывает так, они показали трудности, они сказали, что если хочешь зарабатывать там, как у нас бывает, средним от 100 тысяч, чтобы СММщик зарабатывал, мечта каждого СММщика, нужно пахать, просто так ничего не будет. Но при этом бывают люди, которые платят за те же ВИП-тарифы, там, 50, 70, у всех по-разному бывает, и не делают просто домашнее задание, не работают, не учатся. То есть по итогу я много раз убеждался, что зависит многое от самого ученика. Если ты не склонен к тому, чтобы обучаться и работать, пахать, у тебя ничего не получится. Я брал, вот перед тем, как Таргет закрылся, я брал курс по Таргету, я купил его за месяц. И из всего курса дальше начали работать только двое-трое, и один из парней, самый молодой, он сейчас дальше уже в другой сфере работает. Почему? Потому что он просто вот любил пахать, любил учиться, обучается до сих пор, берет по своему направлению обучение дальше. То есть я считаю, это не от инфо-цыган зависит, а от самих учеников, которые просто хотят, опять же, легких денег. Им показывают некоторые эксперты, что надо работать, надо пахать. Ребят, как мне понять, что вот этот продюсер классный, он доведет меня до большой суммы, и как понять, что этот СММ супер, он раскрутит мою страницу? На этот вопрос и на предыдущий вопрос сразу отвечу. Для начала, вот мы говорим про инфо-цыганство, в первую очередь нужно вообще разграничить инфо-бизнес и инфо-цыганство. Инфо-цыганство – это когда человек занимается обучением, не имея бэкграунда, не имея своего опыта в этой сфере. Он что-то узнал, начинает учить других. Это есть в каждой сфере, здесь даже не просто про СММ, про маркетинг, это в каждой сфере есть. Инфо-бизнес – это когда человек-эксперт долгое время занимается своим делом, ему уже это настолько надоедает, он уже все сделал, и он переходит к тому этапу, где он может учить других. Это хорошая, правильная стратегия, правильная практика. Экспертам нужно переходить в обучение через очень много лет, там 8 лет, 10 лет и так далее. По поводу теперь инфо-цыганства. Смотрите, если я уйду в продюсирование, важный момент, я категорически противник инфо-цыганства, но если я уйду в продюсирование, я буду делать то же самое, что делают другие продюсеры, потому что мне нужно сделать результат. А люди не покупают сложные курсы. Одну простую вещь запомните, которая работает всегда и будет работать, вот сколько существует земля. Простые рецепты продаются лучше всего, и они будут популярны всегда. Поэтому если мы делаем там СММ, курс по СММ, сложный для суперэкспертов, как стать таким, который идет 3 месяца, это никто не купит. Если сделать курс за неделю, как снимать рилс, чтобы увеличить результаты в 10 раз, и он будет стоить еще подешевле, чем 100 тысяч, его будут покупать. И вот в этом вся сложность и боль. И здесь правильно сказали, что все-таки большая проблема, что люди это покупают. Если бы не покупали бы, не было бы тех, кто продает, спрос рождает предложение. Поэтому вот эти комментарии, они же хотят зарабатывать, эти блогеры и так далее, они хотят зарабатывать. Мы в чем их обвиняем? То, что они зарабатывают? Да, они и фацыгане. Мы против этого. Но они зарабатывают свой хлеб. Не честно, но зарабатывают. У них же покупают. Почему они виноваты в том, что люди не думают, когда покупают? Все, кто здесь плачет на скринах, они плачут, потому что купили курс у человека, у которого не было ни одной работы по продюссирую, не было ни одной работы. И он запускает курс, и люди у него покупают. Вопрос, почему? А кто здесь молодец, кто дурак? Молодец тот, кто... В итоге, смотрите, убрать хорошее и плохое. Если убрать хорошее и плохое, молодец тот, кто продал, дурак тот, кто купил. Если мы убираем хорошее и плохое. А что хорошо, что плохо, мы не так продаем. А что с человеческих ценностей, то наоборот. Это совместный запуск. Там понятно, про кого говорят. Это совместный запуск. Это обычная практика, когда у самого блогера маленькая аудитория, он берет... Ну, у эксперта маленькая аудитория, он берет большого блогера, как акула, к акуле маленькая рыбка прислоняется, и с ней вместе плывет. И это, типа, норм считается. Она же сама не эксперт в этом. И она взяла людей, которые занимаются... А у них же на сайте была информация про этих экспертов. А может, те люди были прошарены, и они наняли ее, как человека с большой аудиторией? Меня зовут Сутаева Аида. Я клинический психолог. Хотела рассказать про свои опыты, когда я столкнулась с инфо-цыганами. Я в свое время пошла проходить обучение в СММ-агентстве. Тоже здесь имен не называют, тоже не назову. И ведущая этого СММ-агентства потом мне предложила приобрести... Я тогда шла как бизнесмен, потому что я на тот момент открыла, оборудовала две аптеки, запустила, которые сейчас тоже действуют. И тогда именно не как психолог, а как владелица аптек хотела продвижение. Она, видимо, не знала, что я кандидат психологических наук, у меня базовое психологическое образование. И она попыталась мне продать курс, как стать успешной за 150 тысяч рублей по психологии. Когда я задала ей какие-то элементарные вопросы, я поняла, что человек абсолютно не владеет никакими знаниями по психологии. Самых элементарных знаний у нее есть. Тем не менее, она попыталась мне это продать. Сама. Сама, запускала ли ты какие-то проекты, курсы, и как они запустились, и кто тебе помогал? Был такой опыт. Обратилась ко мне девушка, она продюсер, предоставила мне кейсы, как оказались, которые вообще не ее, а кейсы человека, у которого она покупала это обучение. И мне сказала, что у нее были уже запуски, и говорит, давай мы с тобой то здесь делаем. В итоге, по-моему, у нее же она и покупала. Но по факту там вообще не было ничего, потому что до этого я выкладывала информацию, просто как бесплатные уроки от себя, и там оказалось то, что они продавали вот за эти 50 тысяч рублей. Я хочу сказать, что недовольных и довольных есть абсолютно везде, во всех профессиях, во всех учреждениях. Это то же самое, что мы все практически здесь сидящие, закончили высшее образование у всех, получили, закончили какие-то институты, и мы ими не стали. И мы должны идти в деканат, стучать и возмущаться. Почему я не стала, допустим, учителем по физике? Потому что не хватили знаний. Я закончила не только этот институт, детскую психологию, один из бухгалтерии, но тем не менее я нашла себя в парикмахерском искусстве. И то же самое про тех людей, которые недовольны. Значит, это просто не их стихия, не их ремесло, и надо себя искать в другом деле. Приобрела в течение последних 5 лет, приобрела 9 разных таких обучений. Из каждого получила, в течение месяца, каждую я получила ту плату, которую я оплатила, я деньги свои вернула. Почему? Я считаю, что когда человек идет на какое-либо обучение, он должен понять, на что он способен, какие у него таланты, получится это у него или нет, что или как он должен себе задать вопросы в первую очередь. Только потом уже этим людям, у кого купили курс. В примере, в прошлом году я стала мастер-энтег-тренером. Когда я приобрела этот курс, вместе со мной приобрел такой же курс еще один человек. Я в течение месяца в два раза вернула свои деньги, а этот человек до сих пор уже в течение года не может заработать копейку. Вот кто виноват? Вот тот, кто купил или тот, кто продал? Вот сам подумайте над этим еще. Меня зовут Армида. Я тоже работаю в маркетинге, в продажах. По поводу данного курса. Когда блогеры с огромной аудиторией продают курс, у них бывает бесплатник. То есть бесплатный вебинар. Мы все, кто покупает курс, можно посмотреть бесплатный вебинар, изучить информацию, которую дают на этом вебинаре. Если вам не предоставляют бесплатный вебинар перед продажей, зачем вы вообще покупаете этот курс? Зачем вообще туда идти? Вы же не знаете, что вам там дадут. И, конечно, отзывы. Обязательно отзывы читать. Кто отмечает данного блогера? Зайти к этим людям на страничку. Лично я так делаю. Я вот в прошлом году потратила больше, ну, много денег потратила на обучение. И прежде чем купить курс, я всегда захожу, смотрю, какой эксперт, какие отзывы оставляет. И я сама писала людям, кто отмечает данного. Эксперт этим людям спрашивала, как вам курс? Вам понравился этот курс? Что можете сказать? Я писала тем людям, которые и вип покупали. Поэтому всегда нужно брать обратную связь, читать отзывы. Спасибо. Хельга сидит рядом с вами, энергопрактик. Мне очень интересно все это послушать с позиции той, которая нам не всегда ясна. Хельга Лайт, энергопрактик. Я хотела здесь две темы затронуть. Первое. Люди всегда будут недовольны и довольны все это суждение. И работают лишь выборы воспользоваться этим обучением, которое вы купили или нет. Я сама преподаю метод Access Bars. И вы знаете, там есть очень много классных, крутых инструментов. Есть люди, которые приходят, например, они обучились, и они потом достигли очень крутых результатов в своей жизни. Кто-то тоже стал энергопрактиком и стал на этом зарабатывать деньги, а кто-то меняет свою жизнь, меняет отношения в семье и так далее. Момент в том, что используют ли они те инструменты, которые даю им я. Есть люди, которые обучились, и обучение у них заканчивается в день обучения. То есть они уходят в свою жизнь, и они начинают жить свою обычную жизнь, не используя эти инструменты. У них что-то изменится после этого. Есть такой момент, как, возможно, люди, которые покупают курсы, они действительно перекладывают ответственность, как здесь многие сказали, на продюсеров, на экспертов, да, вот с кем они состыковались, и все. Мы купили, наша задача, мы оплатили, все, выбор сделан, и я больше ничего не буду делать. А задания, которые там даны, я знаю, что люди, которые покупают курсы, я сама недавно проходила курс, задания, которые там были, не все выполняли. То есть прошло уже две недели курса, а люди еще к первому дню не приступили. О каких результатах может идти речь, потом им зададут вопрос, ну и что? Они скажут, ничего, плохой курс, он не работает. Я не говорю, что здесь был хорош или плохой, я не знаю, даже не знаю, о ком идет речь. Я говорю лишь о допустимых моментах, это первый момент. И по поводу продвижения себя хотелось бы напомнить, есть такая штука, как невидимка. Она энергетическая такая, она может быть у каждого. Сколько бы рекламы мы не покупали, сколько бы продюсеров мы себе не брали, нас могут не заметить. Это с точки зрения энергии, что я имею в виду, вот прям короткая, не то чтобы история, пример, но это даже моя история. Например, в детстве, в школе вы, возможно, боялись, что вас вызовут к доске. У меня было такое. Моя фамилия Харитонова, практически там в конце. И я была очень рада, что моя фамилия Харитонова, потому что меня вызовут, скорее всего, не в начале. И я вот так вот сидела за последней партой и думала, вот пожалуйста, пожалуйста, только не я, только не я, только не я. И таким образом я себе энергетически напихала вот эту вот энергию, да, невидимки. И потом в жизни я сначала не понимала, что со мной происходит, и куда-то иду, меня не замечают. Я в Инстаграме проявляюсь, меня не замечают. Подруги смотрят, говорят, да, классный, интересный контент, правда, но люди меня не замечают. И так далее. Когда я пошла в проработку, я увидела, что у меня, оказывается, есть вот эта вот энергия невидимки, которую необходимо было рассоздать, уничтожить. И после этого меня стали замечать люди. Что бы вы там ни говорили, если вы продаете ни состояние, ни эмоции, вас не купят. Потому что, ну, люди идут на энергию, это факт. Хочу задать вопрос маркетологам. Вот что делать малому бизнесу? Тем, которые не могут себе позволить маркетологов, нет дальших финансов. Что нам делать? Как нам продвигаться? Прежде чем ответить на вопрос, раз тут такая тема пошла, я хочу сказать, что в Аксакале, в Граунд Кофе и Энд Кофе сейчас проходит челлендж добра. Приходите и делайте добро, все деньги пойдут в тубу. Спасибо. Отлично. Спасибо. Что делать малому бизнесу? На самом деле есть давно уже изученная и поставленная на рельсы такая система, как комплекс маркетинга. Его нужно просто выстроить, и это достаточно непростая система. То есть разобрать продукт, позиционирование, сколько он стоит, как вы его продвигаете, кто ваш клиент. И когда вы будете постепенно, поэтапно, пошагово вкладывать в свою рекламу, в свое продвижение, в свой продукт, конечно, и малый бизнес тоже будет средним. Я хочу спросить у людей, у которых действительно большая аудитория и классные такие страницы тоже, которые хочется смотреть. У вас есть СММщик? Из чего вообще начиналось? Как простой человек может стать популярным в соцсетях? От чего это зависит? Это зависит, кажется, от энергии самого человека. Допустим, я смотрел Арслан Бекова, когда у него вообще не было аудитории. И это зависит от каждого человека, от внутреннего. То, как он относится к другим, то, как он относится к окружающей среде. Да, в плане, допустим, он взял микрофон. Вот я первый раз вышел на Машуке, я помню, это 2016 год, вышел на сцену и поборол этот страх. Человек задал вопрос, как по мне, очень резонный вопрос. И никто ему не ответил. И здесь сидят... Подождите, подождите, подождите. Здесь сидят столько дофига профессионалов, столько маркетологов, СММ-специалистов, и ни один человек не дал внятный, понятный ответ, что делать этому человеку. Хорошо, подожди, подожди. Вы можете сказать, что в двух словах ответить на этот вопрос невозможно. Можно было этому человеку сказать, как хороший специалист, сказать, чувак, напиши мне, вот тебе мой номер, и я раскручу. Так он же бесплатно попроси. Нет, он не бесплатно, он спрашивает, как раскрутить. Он же не говорит, что в дальнейшем услуги он там был бесплатный и так далее. Он сказал тем малому бизнесу, у которых нет денег купить рекламу, он сказал. Они не захотели. Купить рекламу, но оплатить маркетологу, это он способен. Смотрите, тут такие истории просто, ну, вот, чувак, ну ты не разбираешься, но я вижу под твоим глазом, ты не разбираешься. Вот тебе говорят, сделай креативную рекламу. Ты такой, что, что делать дальше? Окей, я понял, что ей надо делать, а как делать, непонятно. Я тебе советую взять СММ-щика, но СММ-щика можешь позволить? Недорого же. Ну, есть же за пять тысяч даже СММ-щики бывают. Вот, вот, подожди, сейчас курс один закончится, там толпа выйдет. Нет, у него очень известное шоу. Они, если они, вот, в моменте, когда они свой курс не начали запускать, вот ты его выловишь, и можно, и бывают иногда такие звезды креативные, которые, они даже, ну, они просто пять тысяч пока берут, но они очень креативные. Вот такого человека взять и дать ему какие-то маленькие задачи. Вот это решение. Я, как бы, сам пользуюсь таким решением. В новых проектах я вот такого маленького СММ-щика беру, даю ему задачи маркетолога. И все, и это работает. Я вам могу дать совет, если у вас маленький бюджет, но вы хотите себе специалиста, возьмите человека более-менее, который умеет раскидывать мозгами, и обучайте его в дальнейшем. Вы можете ему вначале платить мало, потом, как если бизнес пойдет в гору, платить больше. При этом, чтобы этот специалист рос вместе с вашим бизнесом. Возьмите его на маленькую зарплату и обучайте, и сделайте из него крутого маркетолога. Вот вам совет. Давай, забери микрофон, говори. Говори. Меня зовут Шамиль. У меня был малый бизнес, и по своему опыту скажу, что, ну, я уже три года занимаюсь предпринимательством, бизнесом. Вот, и чтобы перейти с малого бизнеса на более крупный, я соглашусь с Анваром, и плюс еще нужно привлекать инвестиции, если вы хотите вырасти в доходе. Потому что у меня был магазин на цокольном этаже. Я боялся там брать деньги в долг, там и так далее. Но после того, как я привлек инвестиции, у меня сразу дела пошли в гору. То есть нужно включать креатив, маркетинг, включать голову. Если ты горишь этим делом, то если это твое дело, то оно пойдет, и деньги играют немаловажную роль. Анюта, известная телерадиоведущая. У тебя не один раз был опыт продаж курсов по ораторскому мастерству. Кто продюсирует, кто помогает, и как оно проходит, и всегда ли ты была довольна тем, как работал продюсер с тобой? Ну, у меня не совсем стандартный вариант продаж курса. Почему? Потому что я очень долгое время работала, физически работала на федеральную школу радио, и мы готовили студентов. То есть не онлайн-курс, а именно они приходили на занятия, проходили обучение, получали сертификат. Потом нас разлучила пандемия, и пришел запрос. Запрос от людей, которые хотели продолжить обучение. И уже оттуда родился вариант ответа в виде курса. И хочу сказать, когда к вам на курс приходят люди, которые точно знают, что им это нужно, там минимум возражений, абсолютно. То есть могу смело сказать, что у меня нет людей, которые остались недовольны курсом. Но опять-таки ко мне не приходят, потому что их кто-то привел за ручку, или им посоветовала подруга, или они на эмоциях листали Инстаграм и почувствовали какой-то инсайт, о, я это хочу. Нет, они приходят, потому что они выросли как эксперты и хотят соответствовать своей внутренней планке, и они получают результат, и они этим результатом довольны. Что хочу сказать по поводу в целом довольных и недовольных продавцов и покупателей. Реклама должна быть всегда. Если вы хотите продвигать свой бизнес, не жалейте на рекламу денег. Это круто. И не нужно сразу оцифровывать выхлоп, ждать сразу горячих клиентов. Есть накопительный эффект. И в любом вложении рекламном вы почувствуете плюс, как и от курса. То есть если вы покупаете курс, даже если вам кажется, что вы оттуда ничего не уловили, это не так. Вы уловили, вы изменились, в вас что-то произошло, и когда вы будете покупать следующий курс, вы будете более детально, внимательно, подробно выбирать себе эксперта и получать больше выгоды. Сидеть и говорить о том, что вокруг нет дельных экспертов, и я не буду учиться, это утопия. Развивайтесь, покупайте и делайте это осознанно. Спасибо. Сабир, стоматолог, у него своя клиника, очень интересная страница, насколько тяжело быть стоматологом и одновременно таким творчеством заниматься, такую страницу раскручивать, так сказать. У меня и СММщика нет. Вот как раз сейчас интересная тема поднялась от молодого человека, как действовать малым бизнесом, у которого нет денег. Я вот примерно тебе отвечу, друг мой, на такой вопрос, потому что я сам человек, который с этим столкнулся. 2017 год, практически не рубля в кармане, как-то надо двигаться, пациентов нет, работы нет, люди не приходят. Я какие-то только рекламы не использовал. У меня зять мой, он по рекламной фирме, вот эти все рекламные щиты, Махачкала и Дербен, короче, это все его. И как-то мне было полегче это запустить. Я использовал вот эти вот рекламные щиты, баннера, видела же баннер у меня на здании, тоже его работа. В общем, не работает вообще. Люди не смотрят на щиты, люди не смотрят на карабан, ну, не реально, как-то минимальный процент. Что-то нужно делать. В 2017 году только Инстаграм примерно набирал свою работу, я думаю, дай я попробую, мало ли, вдруг получится. Смотрел от других, от одного, от третьего, что они используют, и что они делают. Просто тупо начал копировать, использовать все их инструменты, запускать какие-то там ролики, акции, кривляться, дурачиться, если надо, что-то серьезное говорить, что-то интересное. Вот, даже вот девушка была у меня с Аку, но мы с ней тоже рекламу одну снимали. Спасибо тебе на этом, спасибо тебе на этом тоже большое, да. Еще вопрос, какие видео надо снимать стоматологам, чтобы стать популярным? Вообще, ролики должны быть цепляющие, интересные, интересные ролики должны быть. Наши люди сейчас в основном любят юмор, все, что связано с юмором, да, ты можешь там показывать, если ты стоматолог, ты можешь показывать там свои какие-то работы, но это неинтересно. Это иногда нужно, но это неинтересно. Людям нужно, чтобы можно было первые три секунды, зацепил взгляд, дальше продолжил просмотр. Что-то интересное, что-то веселое, или какое-то там предложение, розыгрыш, что человеку будет удобно. Не бояться, идти на риск, да, именно, и взять нужно вообще ответственность на себя. Лучше ее взять на себя и самому двигаться. Меня зовут Джамиль. У меня такой совет для начинающих предпринимателей. У кого нет денег на маркетолога, изучайте сами. У вас мало клиентов, у вас есть много времени, которое вы можете вложить в изучение. Есть много бесплатных курсов. У Яндекса, у многих гигантов есть бесплатные курсы, которые вы можете изучить, и это вам понадобится тогда, когда вы будете ставить, уже сможете позволить себе маркетолога, маркетолога или СММщика, вы сможете уже лучше его контролировать. Вы сможете лучше подобрать специалиста и понять, он вообще чушь несет или он действительно специалист. Для этого всегда предпринимателю советую, чтобы он так или иначе изучал сам. А что вы точно не советуете предпринимателю, чтобы у него все получилось? Вот вы спрашивали, нужно ли каждому СММщику, эксперту. Я считаю, что нет. Вообще, крупные блогеры, там, та же Саша Митрошина, Ирина Подрес, все остальные, они ведут свои сторис сами. Я считаю, что это идеальный вариант, потому что человек, как личность, его ни один СММщик никогда не скопирует, и ты там будешь говорить ему одно, он будет делать совершенно другое. Я считаю, что человек должен сам уметь вести свой личный блог и делать сторис. Вот это классно. А по поводу, кому нужен СММщик, да, коммерции, безусловно, и, возможно, экспертам нужен просто помощник, там, условно говоря, сделать презентацию или, ну, какое-то дело, которое больше всего забирает энергию. Вот все. Аиша, такой вопрос, у каждого ли из наших блогеров есть СММ? Конечно, не у каждого. У меня, например, у мужа, вообще, изначально, я была его продюсером, я там фасовала рекламу, занималась какими-то такими моментами, подсказывала тоже, как продюсер, что лучше выложить, что лучше не выкладывать. Вот, например, у Сакуры нет продюсера, у Самая нет продюсера. Ребята сами прекрасно справляются со своим контентом, с рекламой. Вот, кто уже взлетает, конечно, там, до таких масштабов, ему нужен менеджер, чтобы сортировать рекламу, потому что, ну, это как минимум удобно. Еще такой момент, который некоторые на начальном этапе не учитывают, то, что ты можешь, я не знаю, взять, одолжить деньги, то есть взять в долг и там, вложить слишком много, к тебе придет такой поток, который ты не сможешь удовлетворить, и ты, наоборот, себе испортишь репутацию, поэтому об этом тоже нужно думать. Патя СММ-специалист, и я знаю, что она ведет несколько проектов, и каждый проект, он, он очень необычный, и очень сильно выделяется среди других, и поэтому ее все время хотят переманить. У кого училась конкретно ты, и почему их так хочется смотреть? Изначально я не училась на СММ, я, наверное, тот редкий случай, который не проходил курсы именно по СММ, я проходила по РИЛСу, и так получилось, я взяла проект моей родственницы, просто как РИЛСмекер, и дальше, ну так получилось, и дальше все солярии потухли на этом фоне. мы взорвали сферу солярия, и благодаря этому проекту обо мне узнала, как по Сарафанному радио, другие проекты, вот следующий проект был ОМГ, заведение, я пошла к ним, и дальше так обо мне узнала. Чем они отличаются от других? РИЛСы? Да. Ну, во-первых, я изначально эту нишу начала рассматривать по соляриям, и мне не нравился вообще контент. Ну, половина скопированных просто картинок, или похожа на других. Я пошла по другому пути, я более по фэшн, там, по, ну, вообще, другие съемки начала делать, такие, как модельные, так не делали в соляриях. На какой доход надо выйти, чтобы позволить себе маркетолога? У меня есть сейчас помощница, она даже здесь сидит, и это моя подруга лучшая, и она мне помогает снимать ролики, она их монтирует, потому что у меня времени нет на это, все, я придумываю. Я придумываю, она снимает, монтирует, и все мы выкладываем. И это все, ну, как бы, я и плачу за это, конечно, это не бесплатно, и на этот доход я, конечно, дошла работы. Я советую всем, кто ведет свою страницу, ведите ее не так, типа, красиво, все должно быть прям идеально, а вести ее по-человечески, показывать себя некрасивую, не надо прям, капец, прям такая, прям вся накрашенная, все такое. Покажите жизнь свою, все, это, это интереснее, это прикольно. А если я поеду в Дубай, у меня будет больше подписчиков? Ну, я скажу так, очень многие, очень многие любят смотреть на богатеньких, там, деньги, все такое, да, это тоже можно, этим тоже можно, как бы, аудиторию набрать, но я набрала аудиторию именно из-за родителей. Своей простотой. Хочу сказать спасибо моим родителям, потому что я простотой взяла, это не там, где вот это убери, здесь грязно, быстро надо снять что-то, нет, я просто снимаю, всем интересно, и мои родители рады, все рады, все, за счет этого я и поднялась. Отлично. Уважаемые предприниматели, не нужно думать, что все специалисты, они неграмотные, они свою работу не делают или не знают, чтобы знать, что требовать, попробуйте пойти учиться сами, хотя бы немножко вникните, потому что бизнес, это ваш бизнес, и прибыль получаете вы, ваш бизнес как, ну только вам нужен, больше никому, поэтому идите учиться, узнавайте, что это, и зачем вообще это все. Да, просто то, что тоже хотела добавить, что да, идите учиться, потому что вам будет проще общаться со самым специалистом, или маркетологом, кого вы выберете, вы будете знать, что он вам, что, какие требования предъявлять, что он делает, последовательность его шагов, и насчет блоговедения, я хотела сказать, чтобы ваш блог был успешным, не стесняйтесь быть собой в блоге, не зеркальте чьи-то маски, просто потому что, очень многие стесняются быть собой, думают, это никому не интересно, или начинают задумываться, вот что-то хотят рассказать, и начинают думать, а как это преподнести красиво, как понравится, не надо понравиться, будьте просто собой, и все, и люди к вам потянутся. Так, тщательно. Про, немножко такой, ну, совет предпринимателям, особенно малым, здесь про это говорили. Спасибо, спасибо. Это, про маркетинг говорили, да, у нас тяжело, именно малым предпринимателям, делать какой-то маркетинг, потому что чаще всего не хватает бюджета. Совет такой, вот еще вопрос у вас был, чего делать нельзя. Нельзя в первую очередь бояться, нужно пробовать всякое, особенно партизанский маркетинг, немножко выключайте свои... Что такое партизанский маркетинг? Уже не раз сказано. Это нестандартный маркетинг, например, если вы размещаетесь на счетах, я размещусь возле вашего магазина, наклейки там, где-нибудь на стену наклею, такой пример партизанского маркетинга. То есть максимально дешевые и такие методы, которые нестандартные. Вот, нужно не бояться, немножко вот эти ограничения, что люди подумают, а вот там в паблике другая аудитория, а это не поможет. Работает, когда вы пробуете, когда вы доверяете специалистам. Даже если вот вы наняли СММщика, маркетолога, дайте ему поработать. Привяжите его к чистой прибыли, если хотите, это, кстати, хорошо работает. Привяжите его к результату, дайте ему какое-то пространство. Не ограничивайте, себя тоже не ограничивайте, специалистов не ограничивайте. Пробуйте разное. Вот, да, если посмотреть на Землю со стороны космоса, до и после высказанного мнения или до и после вашего действия Земля выглядит одинаково, поэтому вы точно никому не навредите, поэтому пробуйте, не бойтесь. Я хотела сказать, что курс курсу рознь и не нужно, читая такие комментарии, думать, что все курсы теперь плохие. Очень много экспертов, которые сами хотят дать максимальную пользу. Уже говоришь, хватит, не надо. Эта информация стоит слишком много, чем ты хочешь, чтобы тебе заплатили. И есть также другие сферы, только не только по заработку, но еще и там саморазвитие и так далее. Люди платят большие деньги, а потом понимают, что столкнулись с мошенниками, но вернуть средства уже, к сожалению, не могут. И какие бы лицензии ни вводились, настоящие мошенники всегда найдут способ, как вас обмануть. Но бумеранг и суд божий никто не отменял. Всем нашим гостям, настоящим экспертам и настоящим продюсерам, СММщикам и маркетологам огромное спасибо. Это была программа «Говорить разрешается». Встретимся ровно через неделю. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»